Девушки отдыхают Мы находимся на вокзале Алматы-2, откуда вот-вот тронется наш поезд в жаркий город Шымкент Жду, не только побежали, а то поставим В компании вместе с такими же, как и мы, молодыми и амбициозными ребятами Мы отправились в путешествие по нашей необъятной стране И первая точка в маршруте – город Шымкент Туристическая жемчужина и один из крупнейших городов Казахстана В регионе очень развит религиозный, экологический и горный туризм И как мы убедились, все эти виды туризма слиты воедино Действительно, Шымкент – очень жаркий город И мне очень интересно, куда же мы приехали? Я надеюсь, ты в предвкушении, ведь нашей первой остановкой стала скала Адама и Евы Невозможно сосчитать, сколько мифов и легенд ходят вокруг этой таинственной скалы Скала Адама и Евы расположилась у подножья священной горы Казыгурт, что близ Шымкента Имеет она и другое название, а та она и символизирует мужчину и женщину, отца и мать Сама скала представляет из себя большой камень, рассеченный сверху и до основания Вся его поверхность изрыта круглыми и овальными отверстиями разной глубины Может показаться, будто бы ее бомбардировали каменными ядрами, пытаясь разрушить Интересно то, что противоположная сторона таких повреждений не имеет Это место встречается в казахских эпосах, например, в эпосе «Абалпамыс-Батыре» 40 невидимых ангелов, раскрыв крылья, поддержали его Когда-то на месте скалы Адама и Евы в одну ночь погибли сразу 40 святых людей И поэтому это место святое Тонкая расщелина внутри скалы Именно она привлекает паломников со всего света С одного края к другому Расщелина тянется аж на 30 метров Зато вот ширина ее составляет всего 14 сантиметров Здесь люди проходят своеобразный тест на духовность Размеры этой скалы меня поражают Мне кажется, они не достигают размеров трехэтажного дома Может быть, пойдем уже проверим? Ты, кстати, не страдаешь клоустерфобией? Нет, не страдаю Но хочу рассказать тебе о легенде, которую знают все местные жители Пройти это внутрискальное ущелье по силам не каждому Причем комплекция человека здесь не важна Самое главное, чтобы пройти это испытание У человека должны быть чистые помыслы и душа То есть, если я грешна душой, меня камень оттолкнет? Да, именно так Тогда пошли проверим Пошли И не забывай, ворота мы должны проходить только с правой ноги Точно Скала считается одним из святых мест Казахстана И связана она с легендами о создании человеческой расы Адамом и Евой Это своего рода прообраз деторожденной купели Считается, что пройти сквозь расщелину может довольно полный человек Если у него помыслы чисты А худой застрять, пока не избавиться от негатива И в этом действительно есть смысл Психологи объясняют это, казалось бы, невероятное явление Психофизическим состоянием человека Испытание выдерживает тот, у кого нет страха перед неизвестностью Все просто Мышцы у такого человека расслаблены И он без труда проходит даже самые узкие места Единственный запрет Сквозь расщелину запрещается проходить детям Для них имеется другое испытание В соседней скале есть небольшая круглая расщелина Как колодец Идущий в камне немного вверх Ребенка подсаживают внутрь внизу расщелины И дальше ребенок ползет внутри камня Как по чреву матери Считается, что прошедший экзамен ребенок Будет счастлив на всю жизнь Да, мы это сделали Я думаю, нам нужно это отпраздновать И предлагаю сделать это, отправившись в нашу следующую точку Ной-Ковчег Ной-Ковчег? Тот самый Ной? Спасение животных? Да, именно так Согласно легенде, Ной-Ковчег мог высадиться в четырех различных местах после потопа И одна из них расположилась здесь В сорока километрах к югу от Шамкента Ну что, пойдем? Пойдем Фантастические и духовные истории Принесли известность всему Козыгурскому горному хребту Одной из таких является легенда Что во время Великого потопа Самая высокая вершина находилась на Козыгурской горе Именно сюда и причавил Ной-Ковчег Доказывает легенду то Что верхняя часть Козыгурской горы изогнута А размер впадины точно соответствует описанию Ковчега в Ветхом Завете Находится пик на высоте почти 1800 метров над уровнем моря И, как вы понимаете, чтобы попасть к Ноевому Ковчегу А вернее, к месту, где он высадился Нужно подняться на самую вышку Козыгурта Сопровождал нас в пути широкше Смотритель при святых местах Путь к пику Козыгурта предстоял долгий и трудный И не раз нам казалось, что вот-вот свое восхождение мы прекратим Но каждый раз случалось чудо И высшие силы словно одаривали нас вторым, третьим, четвертым дыханием Гора Козыгурт напоминает по форме пирамиду Ее высота или 1768, или 1771 метр Никто точно не знает, хотя много раз уже измеряли Эта гора считается у казахов священной Наделяет людей энергией Как объясняет Ширакше, Козыгурт окружает врата энергетического поля Переход от одного к другому — это прохождение определенной задачи Чем ты выше, тем сложнее Вместе с этим повышается уровень энергии человека И появляются силы для дальнейшего пути Как итог, мы все прошли этот путь успешно Сейчас мы находимся на месте, где когда-то остановился Ноев Ковчег Сюда очень часто приезжают туристы, закидывают монетку и загадывают желание Рекомендуем посещение этого места Хотя бы из-за его завораживающего панорамного вида На холмистую степь Ну что, а мы поехали дальше Если скала Адама и Евы и гора Козыгурт известны всем и привлекают тысячи паломников со всего мира То водопад Желаката, пожалуй, самое малоизвестное место в этом регионе Небывалой красоты водопад, который называют плачущим дедушкой По преданиям, способен излечить многие болезни Очень красивое место Усталости после такого насыщенного дня будто и не было Я с тобой согласна, место действительно очень красивое Но, к сожалению, это место знаменито очень печальной легендой Где говорится о матерях, которые оплакивают своих детей А вместе с ними оплакивает и земля А легенда его такова Во времена джунгарского нашествия Людям одного из местных аулов пришлось спешно покидать насиженные места Чтобы объединиться с соседями против врага В панике люди потеряли двоих трехлетних малышей Враги же, найдя их в опустошенном ауле Безжалостно забили копьями и бросили мертвые тела по разные стороны холма Когда, отбив атаки джунгар, жители аула возвратились в свои края То обнаружили там два маленьких бездыханных тела И разревелась в этот момент земля, говорит предание И тысячи капель стали сочиться из стен того обрыва Словно бесконечные слезы А когда свод образовавшейся пещеры обрушился То возникла на том месте стена плача по утерянным детям И со всех ближних и дальних аулов на этот капельный водопад Стали прибывать люди за целебной водой Такова печальная легенда жила кота Или водопад тысячи материнских слез Сегодня был очень яркий и насыщенный день И мы с вами продолжаем наше приключение по следам великих предков Но уже в следующем выпуске С вами была Айша и Алина До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok